Станция — это Хьюстон. Вы готовы к конференции? Хьюстон — это станция. Мы абсолютно готовы к конференции. SpaceX — это центр управления полетом. Хьюстон, проверьте станцию на качество связи. Станция — это Бен Джерид из SpaceX. Как слышите меня? Бен Джерид, слышим вас чётко и ясно. Приветствуем вас на борту станции виртуально и физически. Спасибо, Крис. Для меня честь быть сегодня с вами. Очень здорово видеть вас всех вместе. В первую очередь хотелось бы снова поблагодарить Боба, Дага и их семьи от лица всех в SpaceX. Всех площадок, всех партнёров, всех поставщиков за доверие, оказанное нам в этом деле. Надеюсь, ваш первый день проходит отлично. Спасибо, Бен Джерид, и вам того же. Поздравляем всех в Хоторне, МакГрегори и Кеннеди. Последние пару дней прошли в прекрасном путешествии по космосу, и сегодня наш первый рабочий день на МКС. Путешествие на Дрэгоне и Фалкон 9 было замечательное, всё работало ровно так, как ожидалось. В честь и команды в Хоторне, МакГрегори и Кеннеди. Пока что путь настолько вдохновил, и мы невероятно горды представлять SpaceX и NASA в этой новой возможности для запусков. Точно. Я крайне рад слышать вас и видеть, как вы там парите, крутите изображения Земли, делаете все эти классные штуки. У нескольких наших сотрудников есть вопросы, мы сейчас их вам будем задавать. Самый первый вопрос, который вам уже частично задавали, но тем не менее. Каково это лететь на Фалкон 9? Мы действительно уже говорили об этом, но разговор о полете на Фалкон 9 никогда не надоест. С момента запуска двигателей первые две с половиной минуты проходили почти так, как мы и ожидали, кроме перегрузки. Этого нет на симуляторе, так что ее мы почувствовали сполна. Также мне показалось очень крутым то, как четко мы чувствовали колебания, вызванные работой двигателей Мерлин. Ощущения были очень явными, особенно после преодоления скорости 340 метров в секунду и перехода на околозвуковую скорость. Я даже сказал об этом Бобу. А потом ты слышишь звонок, и на скорость даже смотреть не приходится. Она и так ощущается всем телом ракеты. Вся ее конструкция очень ясная. Также я бы отметил момент отделения первой ступени и выключения двигателей. Отделение и переход к невесомости произошли за доли секунды, и затем зажигание вакуумного двигателя Мерлин. Все произошло очень изящно, для меня это был один из самых ярких моментов. Когда включился вакуумный двигатель, движение стало похоже на очень быструю езду по гравию, и это ощущение продолжалось на протяжении всего пути вверх. Небольшая вибрация, ничего реально неприятного, но ты чувствуешь, что позади тебя расположен очень мощный двигатель, который вывел нас на орбиту через 6 минут. Еще раз. Перегрузка и дрожание двигателей, преодолевающих силу гравитации, затем резкое выключение, все как на шаттле. На самом деле, конкретно в этом случае, мы практически мгновенно перешли от силы притяжения равной 3 к невесомости, и так мы поняли, что вышли на орбиту. Звучит здорово, как будто поездка на Бэтмобиле с реактивным двигателем. Еще один вопрос. О чем вы думали на площадке? Мы знаем, что вы, ребята, были невозмутимы и сфокусированы на операции, но все-таки, какова была ваша последняя мысль перед самым запуском? Думаю, что для нас обоих путешествие началось с момента заправки, когда заправка началась, и мы почувствовали, как под нами буквально оживает Дрэгон и Фэлкон 9. Это немного отличалось от нашего опыта с Шаттл. Туда мы заходили уже после заправки. Когда начался обратный отсчет до заправки, прошло примерно 16 с половиной минут, началась заправка второй ступени, и мы подумали, что до этого момента ничего подобного не делали. Вроде, о, мы такого не делали даже буквально несколько дней назад. Пожалуй, все эти события мы мысленно отмечали как что-то, чего мы никогда до этого не делали. Типа, о, это что-то новенькое. Было классно подниматься наверх до того момента, пока мы не увидели, кажется, 189 на Перигее. В этот момент нам стало понятно, что мы безопасно добрались до конца первого отрезка нашего пути до МКС. Мы были в радостном возбуждении. Я уже говорил это ранее и скажу еще раз. Команда, ответственная за тренировки, проделала превосходную работу. Перед началом этого приключения я сказал, что моей целью является сделать эти тренировки чем-то вроде фильма «День сурка». Прохождение через ряд событий было очень знакомым. Мы знали, где искать подтверждение тому, что все проходит нормально. И отсчет, и запуск, и полет до МКС. Команда тренировок справилась великолепно. Все прошло как в дне сурка в плане знакомых событий до самого запуска. Конечно, было много радости во время полета на ракете. Мы предпочитаем называть себя водителями Dragon миссии Демо 2, а не наездниками Dragon. Но все равно в полете ты чувствуешь очень большую радость. Здорово, звучит просто замечательно. Мы очень ценим то время, которое вы провели с нами во время всех этих тренировок, чтобы сделать это похоже на День сурка. Вопрос для Криса. Каково было знать, что твои друзья прилетят к тебе? Что водители Dragon скоро появятся, и тебе нужно будет открыть для них дверь. Бен, это было очень здорово. Я сидел в модуле купол, смотрел в окно, мне даже удалось сделать несколько фотографий. Надеюсь, вы их увидите. Получилось неплохо. Мне удалось увидеть механизм стыковки. Из большой линзы я даже увидел все тонкости строения люка и стыковочного механизма. Я подумал обо всех вас, всех, кто собрал эту конструкцию. Оставалось всего несколько мгновений до того, как эти механизмы соединятся, и корабль станет единым целым со станцией. Звучит глупо, но эта стыковка для меня по-настоящему представила то единение, которое появилось между SpaceX и NASA. Очень символично, это правда. Ты ощутил жесткий захват перед тем, как корабль стал единым целым с МКС. Частью этого единения также стала эта фото Земли у вас в руках. У вас также есть флаг, представляющий дружественное состязание, которое тоже объединяет всех нас. Расскажите об этом поподробнее. Это флаг, который мы оставили здесь почти 9 лет назад, во время полета STS-135. Он летал во время полета STS-1, а затем отправился с нами в миссию STS-135. По завершении программы Шаттл мы решили устроить небольшое дружеское соревнование и посмотреть, кто первым заберет этот флаг. Так что поздравляем SpaceX, флаг ваш! Мы с Бобом, Крис не даст нам этого забыть, это будет самым большим пунктом в его списке дел. Мы заберем этот флаг на Землю, когда будем возвращаться домой на Дрэгоне. Надеемся, что для него найдут особое, почетное место где-нибудь в Хоторне. Для нас честь, что именно вы, ребята, забрали этот флаг. Еще один вопрос к вам. Кто-нибудь уже видел маленькую Землю, летающую здесь? Или она управляет МКС? Это очень хороший вопрос, Бенжи, у нас еще не было шанса увидеть ее. Крис сейчас пойдет и найдет. Мы на станции не так уж и долго, так что не успели закончить все, что должны были сделать для обустройства Дрэгон, чтобы он смог стать для нас такой дежурной спасательной шлюпкой. Мы провели за этим занятием весь день. Кажется, это будет целое событие, потому что ни у кого не получится этого увидеть. А вот и Эрфи. Наверное, стоит принести апатозавра Тремора, чтобы мы смогли воссоединить этих двоих. Мы намереваемся вернуть Эрфи домой, если у нас получится шить для нее подходящий скафандр. У нее, или у него, должна быть возможность действовать в аварийной ситуации. Потрясающе! Кажется, нужно теперь дать вам шанс. Я вижу, что у вас есть что-то, о чем вы хотите поговорить или показать нам. Это мозаика, которую поместили на борт Дрэгон, из всех фотографий выпускников этого года, которые вы, ребята, составили вместе. Я думаю, это потрясающе. Когда Крис ее впервые увидел, он поверить не мог, насколько круто это выглядит. Надеемся, что вам хорошо видно эту мозаику на борту МКС. Это супер круто. Насколько я понимаю, на ней представлены более 90 тысяч выпускников 2020 года от детских садов до колледжа и аспирантуры. А вот и тремор! Мне кажется, это изображение выпуска 2020 года, собранное в форму Земли. Нам, как астронавтам, часто задают вопрос об эффекте обзора и изменении точки зрения. Мне кажется, что такие вещи, как пандемия, через которые мы проходим все вместе, должны ясно показывать наше единство и кооперацию, и то, как важно делать свою часть в этой битве. Мы боремся с пандемией, и это отличный пример чего-то с тем же духом единства. У нас появляется общий опыт, и я счастлив, что всех выпускников можно объединить столь особым образом. Невероятно! Я хочу еще раз сказать вам, ребята, насколько это здорово. Честное слово, у меня мурашки, когда я с вами разговариваю, пока вы на орбите прямо над нами. Это очень вдохновляет. Последний вопрос. Что бы вы сказали будущему поколению? У многих из нас есть дети, семьи, друзья, которые могут стать следующим поколением астронавтов. Что бы вы хотели им сказать? Я бы сказал, что существуют мечты, которые сбываются, и за ними стоит следовать. Когда у нас была короткая встреча с Илоном в помещении экипажа, мы говорили о храбрости, нужной для того, чтобы осуществить полет в космос с участием человека, и о паранойи вплоть до успешного завершения миссии. Если ты усердно работаешь, то можно достичь многого, и то, что происходит сейчас, наглядный пример моих слов. Не сдавайтесь, несмотря на преграды. Люди говорят, что SpaceX — это новая компания, новичок. Но мы недавно говорили с Хансом, и он поделился своей 18-летней историей работы. Так что назвать новичками их теперь даже как-то нечестно, особенно после того, как ты вывел корабль с людьми на борту на околоземную орбиту спустя 18 лет работы. Мы снимаем шляпы и поздравляем всех с этим достижением. Если вы осмеливаетесь мечтать о великом, то можете этого достичь. Спасибо, ребята. От лица всех в SpaceX и всех наших партнеров благодарю вас за то, что вы выбрали авиалинию SpaceX. С нетерпением ждем вашего возвращения к вашим семьям на Земле в целости и сохранности. Надеемся, что все больше людей получится отправить наверх, чтобы МКС продолжала работать. Спасибо за уделенное время. Спасибо, Бенжи. Спасибо, Хоттерн. Спасибо, МакГрегор. Спасибо, Кеннеди. Станция говорит пункт управления Хьюстон. Мы завершаем нашу конференцию. Результат 20 лет непрерывной работы над обеспечением жизни и работы людей на МКС. Благодарим всех участников со стороны SpaceX. Станция, на этом мы завершаем звуковую связь. Продолжение следует... Продолжение следует...